Доброе утро, уважаемые янаулцы! Вас приветствует студия телевидения города Янаула. Послушайте новости города и района. 6 апреля в Доме техники Нептяников состоялась конференция представителей трудовых коллективов района по выборам делегатов на всемирный курортай Башкир, который проводится по инициативе президента нашей республики Муртаза Губайдуловича Рахимова 1-3 июня этого года. Основными целями курортая являются национально-духовная консолидация башкир, проживающих в республике Башкорстан и за ее пределами, обобщение исторического опыта совместного проживания башкир с другими народами, пропаганда и развитие народных традиций и обычаев, фольклора, древнего и современного искусства и литературы, расширение контактов, развитие культурного и делового сотрудничества с другими государствами на взаимовыгодной основе, дальнейшее укрепление суверенитета Республики Башкорстан в составе Российской Федерации. В вестибюле Дома техники была организована выставка продажи книг на тему «Башкирия. Мой край родной». С докладом о целях и задачах предстоящего Курултая перед собравшимися выступил член Республиканского организационного комитета по подготовке форума глава администрации города и района Назир Загитович Зиязов. Всемирный Курултай Башкир Духовная консолидация Башкир, проживающих в Республике Башкорстан и за ее пределами. Анализ социально-экономического положения, культурно-образовательного уровня башкирского народа и определение путей дальнейшего развития нации. Обобщение исторического опыта, совместного проживания башкир с другими народами, обсуждение проблем интеграции и использования зарубежного и отечественного опыта в науке, технике, культуре, сфере государственной и общественной жизни. Создание механизма оказания помощи удовлетворения духовных запросов башкир, проживающих за пределами Республики Башкорстан. Распространение объективной информации о современном состоянии башкирского народа, пропаганда и развитие народных традиций и обычаев, фольклора. Далее Назир Загитович сказал, что с учетом целей, задач и особенностей Всемирного Курултая Башкир, а также опыта проведения подобных международных форумов в рамках этого мероприятия, пройдут доклады и выступления делегатов, приветствия президента Республики Башкорстан, руководители официальной делегации гостей, ряд важных проблем будут обсуждаться в секциях Курултая. Предусмотрена обширная культурная программа Курултая, включая фестиваль песней и танцев народов Республики Башкорстан, концерты мастеров искусств, народные праздники Сабантуй, выезды делегатов и гостей в города и районы Республики. Проведение Курултая не является обычным национально-культурным развлекательным мероприятием, а событием огромной важности, значение которого выходит далеко за рамки проблем собственно башкорского народа. Принятое там решение, несомненно, будут определять ход дальнейшего социально-экономического развития Республики Башкорстан, укрепление его суверенитета. На конференции также выступили председатель колхоза «Победа» Мазгут Кашапович Кашапов, начальник нефтепромысла номер 3 НГДО «Краснохолмскнефть» Хасанов Рашид Тахиевич. Главный редактор журнала «Шунгар» Тонгсулу Фаязовна Карамышева, врач районной больницы Вагеля Калимовна Шагабудзинова. Затем было оглашено обращение Республиканского организационного комитета по подготовке всемирного к Уралтая Башкир. Участники конференции выбрали делегатов на предстоящий Курлтай. Наш район на нем будут представлять машинист локомотивного депо Флюр Лебебович Исламов, врач Вагеляша Габуддинова, механизатор буйского совхоза Ирик Шафиков, начальник нефтепромысла номер 3 НГДО «Краснохолмскнефть», Рашид Хасанов, председатель колхоза «Ленин-Юлы» Закей Лясович Насыров, заместитель главы местной администрации Резинатия Мархановна Габдулхакова, председатель Удмуртского общественно-культурного центра Юрий Саитович Саитов, начальник НГДО «Краснохолмскнефть» Юрий Гаврилович Пензин, глава администрации города и района Назир Загитович Зиязов. Делегатами избраны также министр финансов Республики Башкорстан Фаат Галеудинович Хантимиров, профессор Института Истории и Языка Гайса Батаргалевич Хусаинов, главный редактор журнала «Шонкар» Тангсулу Фаязовна Карамышева. 1 апреля текущего года в районном Дворце культуры состоялась вторая отчетно-выборная конференция Янаульского районного Удмуртского общественно-культурного центра. Здесь собрались представители Удмуртской национальности из колхозов, совхозов района, предприятия организации города, а также гости соседних районов Удмуртии, Перемской области, представители Удмуртского общественно-культурного центра города Ижевска, руководство администрации города и района. К сведению наших телезрителей хотелось бы отметить о том, что в нашем районе проживает 6757 представителей Удмуртской национальности, что составляет 13% от общего населения. Среди них очень много уважаемых заслуженных тружеников полей, ферм, которые сегодня составляют основной костяк производителей сельскохозяйственной продукции. Это труженики колхозов Победа, Восток, Волга, Большевик, Заря, колхозов имени Мичурина, Буйского совхоза. Бок о бок трудятся они с другими членами многонационального нашего района, создавая общее наше благополучие. Более 30% производства сельскохозяйственных продуктов ложится на плечи у Удмуртского населения нашего района. Три года тому назад состоялась первая учредительная конференция, где был образован районный общественно-культурный центр, принят свой устав и определены задачи избранной правления. Необходимо отметить, что в правлении были избраны самые активные люди, четко понимающие и сложность задачи, и щепетильность своего дела. Они активно развернули работу по сохранению нации, подъему национального самосознания, повышению трудовой и общественной деятельности, сохранению старых традиций, внедрению новых, приобщению всех утмуртских детей, изучению в школах родного языка. С тех пор прошло три года. Пришло время подвести первые итоги. Что же проделано за прошедший период? Что удалось реализовать из намеченного? Об этом и о многих других проблемах говорилось в докладе председателя правления Утмуртского общественно-культурного центра района Юриса Саитовича Саитова. Участники конференции, гости, приняли самые активные участия, приняв по докладу. А послушайте теперь выступление Захарова Расима Гатеевича. И радоваться тому, что мы все-таки в Утмуртах можем собраться и можем свою нацию, свою культуру показать, свою организованность показать можем. И все-таки мы не пропавшие, не потерявшиеся нации. В этом деле очень большое подспорье нам, как сказать, юридическую сторону. Очень нам хорошо помогали, об администрации поддержали очень хорошо. Большое спасибо, можно сказать, Карамову Икусу Нойхановичу, который первым... В принях по докладу также участвовали Галина Романова, поэтесса из города Ижевска, Кашапов Масгут Кашапович, представитель колхоза «Победа». Бортникова Елена Аркадьевна, преподаватель Утмуртского медицинского института кафедры педиатрии. Учительница Шудокской средней школы Гараева Раиса, а также гости, представитель из Уткуединского, Утмуртского культурного центра Меншарипов Шарибзян Меншарипович. Представитель Утмуртского общественного центра города Камбарки Кабиров Фёдор Тимофеевич. Спасибо за своими впечатлениями о сегодняшней конференции. Сегодня собрались с нашего района и соседних районов, собрались в Утмурт на конференцию. Конференция, отчётная конференция. На этой конференции работаем, делаем анализ за проделан 3 года, аж какие работы выполнены Утмуртским культурным центром. Ну, вроде бы, как уже в зале полный, чувствуется работа проделана не зря. И Утмуртский народ собрался сегодня с большой радостью и сегодня с большим чувством ответственности. И в зале напряжённость чувствуется такая рабочая напряжённость. И, видимо, значит, не зря мы это организовали. В дальнейшем у нас в плане также развитие культуры Утмуртского народа, сохранение традиций, так сказать, культуры, традиций, языка Утмуртского, чтобы можно было бок о бок со всеми нашими жителями района жить и трудиться, чтобы создать благополучие, общую благополучие района. Вот над этими мы... Конференция вот решает, надо развивать культуру Утмуртского народа. Всё, мы не бывали ещё в Атошье. Вот Атошье, на лето планируется большое мероприятие, как в виде фестиваля. И там и будут спортивные мероприятия, и другие. Ну, чтобы оживить там Утмуртский народ, который там в дальнем углу, оно, как говорится, в медвежьем углу у нас. Ну, хотя трудно будет, конечно, но сейчас у них дорога хорошая, их надо оживить. И чтобы они тоже не забыли, что они являются Утмуртами. Поделитесь, пожалуйста, своими впечатлениями о конференции. Ну, я не первый раз уже на конференции. Три года тому назад тоже была на конференции. Тогда ещё она только создавалась уже. А сейчас уже, мне кажется, уже вопросы более еловые. Уже вопросы стоят, уже как этот мусский народ, чтобы его исторический путь дальше развивался уже. Я чувствую, что настрой в Янауле, Янаульского района Утмуртов, он очень хороший. Прямо настроение такое возвышенное. И в отличие от Галины Васильевны, я приехала впервые в Янаул, в Янаульский район. И чувствуется, что здесь всё-таки душевная какая-то энергия, она немножко даже отличается от Утмуртов. Но в Утмуртии она гораздо выше. Она гораздо более такая ёмкая, какая-то деловая, энергичная. И поэтому, мне кажется, что несмотря на трудности, несмотря на то, что у нас в Утмуртии сегодня очень печальное событие, у нас умер очень хороший человек, писатель Герман Ходорев. Поэтому у нас и делегация малочисленная из Утмуртии. Но тем не менее конференция должна пройти на высоте, и она должна идти и дать дорогу новым людям, которые придут вновь в Утмуртское движение. Поздравил делегатов совещание от имени Татарского общественного центра района Мавляви Анваревич Саляхов. Жительница города Янаул Саудапа Абдулхакова рассказала о лучших Утмуртских гармонистах, самодеятельных мастерах и передала в Краеведческий музей экспонаты. А затем слово взял глава администрации города и района Назир Загитович Зиазов. От имени президиума городского совета и администрации сердечно приветствую всех участников сегодняшнего совещания, конференции. Пожелаю всем доброго здоровья, счастья и дальнейших успехов в нашем деле, в общем деле. Наш район представляет, как колтасы и Татаресы вместе взятые. Население нашего района, 54 тысячи почти населения на сегодня составляет. Из них 16%, чуть более 16% составляет вот удмуртское население. Слушать выступления товарища Захарова, Россия Магайтеевича, что одну треть производимой продукции в сельском хозяйстве производится именно в этих колхозах и совхозах нашего Янаулского района, где представляет в основном удмуртское население. Действительно, вот такая встреча и другие встречи с вами доставляет всем, наверное, порядочным людям удовольствие, радость встречи, потому что каждая встреча, каждое общение, она в любом случае оставляет приятные минуты от встречи. Много полезного можно исчерпать из этих встреч, особенности вот сегодняшней встречи. Наша встреча, наша работа идет очень дружно, организованно. На конференции было избрано правление, ревизионная комиссия районного удмуртского общественно-культурного центра. Единогласным руководителем правления был вновь избран Юрий Саидович Саидов. Он же будет представлять удмуртское население нашего района во всемирном Курултае-Башкир, который состоится в начале июня в городе Уфе. А затем состоялся праздничный концерт. Компания «Башкир, Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДimaTorzok 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 ДimaTorzok